Действующий чемпион Франции и страна-хозяйка России в финальную часть чемпионата попали, минуя квалификационные турниры. В целом же Международный спортивный союз железнодорожников был создан в 1947 году. И помимо Российской Федерации в него входят страны Европы и Индия. Главная интернациональная миссия такого спортивного союза – повсеместное развитие физической культуры и спорта среди работников железных дорог. Сегодня в календаре организации соревнования по 21 виду спорта. Футбол, признаются работники магистралей, самый ожидаемый. Есть хорошие традиции. Наши команды всегда успешно выступали, занимали первые места, становились чемпионами. Попасть в финал этого чемпионата – это очень престижно и на предприятии, и в стране. И, мне кажется, многие действительно много тренируются для того, чтобы на этот чемпионат попасть и показать хороший результат. На поле все, как у профессиональных футболистов. Верят игроки в спортивные приметы. Накануне удача сопутствовала болгарам, бельгийцам и россиянам. Последние выиграли у немцев 1-0. Сегодня соперниками работников железнодорожного транспорта России выступила команда Словакии, ворота которой на первой же минуте был забит первый гол, а на 13-й – второй. Итоговый счет 4-1 в пользу России. Уже завтра Россия встретится с Болгарией. Сам же турнир проходит в два этапа. Первый – отборочный, в рамках которого будет отобрана восьмерка сильнейших. После финала восьми состоится финал. За прессовые места чемпионата железнодорожники поборются уже в субботу.